Всем привет, меня зовут Даша Кей, и сегодня я вам буду рассказывать о стиле балет-кор. Хочешь так же? Ну почему нет? Почему нет? Представь себе стиль, который сочетает в себе утонченность и элегантность балерин, но в то же время остается комфортным и гибким для повседневной жизни. Модные блогеры всегда ловят тренд. Я хочу быть тоже на этом вайбе. А вообще покажу, в принципе, как давно я в целом на этом вайбе. И разберусь, кто тут настоящая звезда. Прима, балерина или какая-нибудь инста-дива. Еще недавно все были в оверсайзе и массивных кроссах, а теперь все. Пучки и пачки. Если у вас нет фоточки в инстаграм в фуантах, то вас скоро заблокируют. Сейчас и все модные дома обратили внимание на этот стиль, а они вдохновляются балеринами. И это классно. Сегодня я разберу образ, макияж, прическу. И да, пуанты тоже примерю, хотя давайте честно, балерина это меня не сделает. И все это в нежных пастельных розовых тонах. Ну, как бы, чтобы я так жил. От самых пяточек до носочков я постараюсь воссоздать на себе этот стиль. Можно создать один-два образа на тренировку и один выход в свет. У меня есть несколько купальников. Вы можете спросить, зачем они мне? Некоторые из них реально удобно. Лилово-коричневый я надеваю в 90% случаев, как и юбочку. Но с этим все понятно. Это балетный бренд, и у них прекрасные материалы. Next Station. Гетро. Для балерин это не просто модный аксессуар. В балете их носят, чтобы держать мышцы в тепле между репетициями. Не дайте мостыть. Хайли рекоменд на зимнее время года. А в повседневке они просто шикарно смотрятся. Добавляют образу этот легкий налет. Я только что с тренировки. Ну и, конечно же, бабушка ведь говорила всегда держать ноги в тепле. Эти советы, можно сказать, старомодные, но рабочие. Обратная сторона балеткора. То, что иногда вы покупаете вещи, которые, ну уж точно, вам не идут. Только худой балерине. Например, как эти шорты с начесом. Я посчитала, что лучшей идеей будет заказать их онлайн. Также мне показалось, что будет мило взять розовый плюшевый костюм. Но, если честно, я не чувствую себя в этом комфортно. Это удивительно, что я заметила, мне в балеткоре нужна нотка гранжа. Давайте все-таки перейдем к городскому луку, который я решила собрать. И он мне абсолютно органичен. Это мини-юбка, лонгслив, светлые колготки, уютные гетры и кроссовочки. Что может быть удобнее и прекраснее. Я балерина, но, возможно, сейчас пойду за круассаном. Пышные юбки, корсеты и, конечно же, балетки. Брендовых вещей или вещей, которые носят инстаграм-дивы у меня нет. Но я вам хочу показать, как это можно сделать и сочетать с обычными вещами, которые можно найти даже в России. Допустим, вот этот прекрасный шарф я заказывала на Алиэкспресс еще в прошлом году и подарила всем своим подругам. Я считаю, что он превосходен. Стопроцентный кощемир. Балерины питаются воздухом и запивают парой глотков воды, чтобы случайно не наесться. Так мы все думаем. Глядя на их стройные тела, съел три листика салата и прокрутил 20 фуете. Серьезно. Мне хочется поближе рассмотреть диету балерин. Балерины не едят, как птички. Пора обновить инфу. Вот что реально фуете от легенды нашего балетного мира, начиная от Дягилева, заканчивая нашими днями. Тиана Вишнева. Любит легкие блюда. Ну, это понятно. Типа овощных супов, кстати, на заметку. И рыбки. А перекусывает ягодами и смузи. Ну, смузи как-то как будто бы... Ну, вот какая альтернатива мне точно нравится. Это йогурт, немножко орехов и ягоды. Светлана Захарова. Все знаете Светлану Захарова. Рыба на гриле и авокадо в салате. На обед я решила съесть салат из супермаркета с курицей Сувит. Ульяна Лопаткина. Ульяна Лопаткина такая вот прям простая балерина. Она любит гречку с курицей и овощами. Майя Плесецкая. Ну, она любила салаты и рыбу. Сильвигилин. Свежие овощи и рыба всегда в ее рационе. Какая это уже? Четвертая. Пятая. Пятая балерина и у всех рыба. И мой любимчик Николай Цискоридзе. Жареная картошечка в сале. Любимое с детства блюдо благодаря няне. Прекрасно. Мне нравится. Ставлю лайк, подписываюсь. На ужин, как настоящая балерина, я съела запеченную рыбу. И немножко похрустела протеиновым батончиком. Как вариант, можно есть сельдерейвые или морковные палочки с хумусом. Мне нравится эта закуска. Мне нравится вкус хумуса. Возможно, можно заменить паштетом. Так я тоже, кстати, как-то делала. Я попробовала их образ жизни. И хочу сказать, что они едят как атлеты. Не Николай Цискоридзе. Я попробовала есть рыбку и салатик. Знаете, я когда так сделаю, прям как настоящий театровед. Меня раньше, если честно, напугали такие люди. Ну ладно. Балеринам очень важно оставаться сильными, гибкими и поддерживать здоровье кожи и ногтей. Для того, чтобы поддержать свою кожу, я использую люкс коллаген Skin & Nail. Этот напиток насыщает организм коллагеном, гиалуроновой кислотой, делая кожу подтянутой и сияющей. А еще это жидкий коллаген. Он легче усваивается и меньше разрушается. Это просто находка. В составе этой небольшой бутылочки коллаген и комплекс для волос и ногтей. Дополнительные компоненты внутри усиливают действие коллагена. Коллаген делает кожу подтянутой. Недавно смотрела в интервью Алены Водонаевны. Она говорила, что она сейчас будет постоянно коллаген. Если вы захотите попробовать коллаген, то я рекомендую именно этот, потому что я его уже проверила на себе. Для того, чтобы почувствовать эффект, минимальный курс приема 12 дней. Найти его можно на Озоне, в описании я оставлю ссылку. И как удобный бонус, она в стеклянной бутылке, которая полностью защищена от ультрафиолета. Классический балетный пучок. Сначала расческой быстренько приводим волосы в порядок. Потом гель и начинаем зализывать. Все, чтобы ни один волосок не выбился. Ведь балет это не только про грацию, но и про порядок на голове. Теперь беру щетку. Для бальных танцев это вообще секретный трюк. Для супер гладкости. И делаю хвостик. Добавляю гель, чтобы хвостик блестел, как у настоящей балерины. Ну и, конечно, собираем все это в пучок. Фиксируем шпильками. И не забываем пригладить бэйби хейр волоски маленькой щеткой. Вуаля! Я хочу естественной быть. Макияж балет-кор. Девочки, начинаем с бровей. Быстренько точим карантаж. И моя задача сделать брови воздушными, легкими. Но при этом стервозно вздернутыми. К сожалению, я не могу сильно их поднять. Потому что у меня здесь собственные волоски. А выщипывать их пока я не хочу. Свои непослушные брови. Нет, я не ставлю в угол. Я их фиксирую мылом для бровей. Капаю немного лосьона. Щеточку обильно макаю в мыло. Хорошо прочесываю волоски от корней до кончиков. Обратной стороной кисточки все еще раз аккуратно приглаживаем. Готово! Выдавливаю немного. У этой тоналки эффект инстафильтра. И растушевываю розовой кисточкой. Лицо сразу преображается. А если есть синячки, быстренько замазываю их консилером. И чтобы подчеркнуть контуры лица, я использую более светлый консилер. Контуринг. Это наш следующий шаг. Это кремовый контур от Гев Моа. Он легко растушевывается. Начинаю я со скул. Нос тоже не забываем. Тут есть маленький лайфхак. Немного высветляем серединку. В целом он даже неплохо сработал. Румяна. Это наш момент свежести. Немного кремовых румян, чтобы лицо светилось. Как после тренировки. Все закрепляем полупрозрачной пудрой от Аурглаз. Она делает магию с лицом, оставляя его сияющим и естественным. Глаза. Беру белый карандаш и подсвечиваю им внутренние уголки глаз. Взгляд становится открытым, свежим. Как будто бы я только что проснулась после долгого сна. Теперь я использую нюговые тени в розовых, конечно же, цветах. Стрелки добавляют образу той самой строгости и точности, как в балете. Я хочу добавить немного гранжа этому образу. Поэтому я буду делать растушеванные стрелки. Закрепляем уголки глаз хайлайтером. И теперь я похожа на кореяночку. Ах да, чуть не забыла. Добавляю еще блестки навеки, чтобы образ получился более магическим и сказочным. Это мой любимый момент. Небольшие прозрачные блестки делают все немного волшебным. Теперь губы. Наносим коричневый карандаш для контура. Мне он просто необходим. И добавляю немного блеска. Все. Ресницы подкручиваем. Это обязательный шаг. Ну и финальный акцент. Ободок или крабик, чтобы завершить наш образ. Вот и все, девочки. Макияж в стиле балет-кор готов. Надеюсь, вам понравился этот процесс. Потому что я в восторге от результата. Теперь можно смело идти так на тренировку. Спойлер нет. Невероятно. Это балерина Ирина Колпакова. У меня бабушку так звали. Представляете, девичья фамилия была Колпакова. Ирина. Может быть, это моя бабушка. Ну что, попробуем стать настоящей балериной. Балерины проводят 90% своего времени не на сцене, а на балетных классах. Мне повезло. Моя соседка сверху была балерина Кремлевского театра. На минуточку. Наверное, она меня первый раз вдохновила на то, чтобы пойти на балет. И дала преподавателя Ксению Пчелкину, с которой я сейчас занимаюсь почти год. Ксения бывшая балерина Большого театра. Вы, наверное, думаете, что она типичная балерина-тиран. Но моя преподавательница ломает все стереотипы. Никаких каменных лиц, устрашающих взглядов. И тут же на тебя обрушается гнев балетного божества. Нет, все совсем наоборот. Ксения – это ходячий лучик солнца в балетках. Она мне поднимает настроение на тренировках. Да, результаты требуют дисциплины. И каким бы медом ни казалось общение с моим учителем, мне очень тяжело на тренировках. Балет для меня что-то сокровенное. Я решила приоткрыть завесу и рассказать, с чего начинается моя тренировка. Невидимая работа над своим телом – это балетная гимнастика. Все начинается с коврика. Это как бы первый этап. Балерины, даже уже работающие в театре, все начинают свой день с коврика. Вы подготавливаете свои мышцы к тому, чтобы встать к станку, делать все движения медленно и осознанно, держась за станок. На этом этапе станок наш лучший друг, но его тоже придется оставить. Чтобы лучше подготовиться к этому моменту, я стараюсь все меньше и меньше за него держаться. Третий этап – это работа на середине. Как говорят балерины, здесь я уже остаюсь без опоры. Тут можно поработать над грацией своих рук, так как спина у нас уже сильная, но должна быть сильная. Осталось придать только элегантности движениям. Настраиваю баланс, пытаюсь удержать равновесие, потому что следующий шаг – это танец. Все, что мы делали до этого момента, помогает удерживать тело и равновесие. Я уже молчу про кручение фуэте, в моем возрасте это было бы эпично. Попробуем тренировку на пуантах. Вот и все мое богатство. Это, как вы знаете, у детей чешки, а у взрослых просто балетки. У меня есть такие в белом и телесном цвете. А вот и мои первые пуанты. Они японские, с очень узким пятачком. В подборе пуант очень много нюансов. Если вам будет действительно интересно, пишите комментарии, я бы сделала об этом отдельное видео. Ну а когда у вас уже все на руках, можно и надеть пуанты. Чтобы не натереть палец, я надеваю вкладыш, колготину, залезаю в пуанты, завязываю бантик. Сверху теплые гетры и готово. Перед тем, как вскакивать на пуанты, как минимум нужно посмотреть пару уроков, как именно должна располагаться стопа. Ну а вообще не рекомендую это делать без преподавателя. И вот почему. Даже с преподавателем нужно быть очень аккуратным. Я не выиграла генетическую лотерею, и врожденного подъема у меня нет. От этого мне еще сложнее на них удержаться. Безусловно, тренировки дают о себе знать, и моя стопа стала намного подвижнее. Вот после этого упражнения ваш пульс, возможно, будет 170. А потом то, что ты никогда не мог представить, становится реальностью. Подводя итоги, хочу сказать, что стиль балеткор не для всех просто модное течение. Для меня это нечто большее. Я стала спортивнее, увереннее в себе, женственнее. И в целом себе больше нравится. Представляете, Цискоридзе танцевал квазимоду. Это Сильвей Гилем, которая свежие овощи и рыбы. Она отличалась тем, что у нее нога была просто чуть ли не ухо. Это Илья Кузнецов из Secret Dance. И я занималась на одном занятии у него в школе. Откуда я убежала потом с позором. Это было мое самое первое занятие балетом. Да, жизнь, блин, жизнь. Это Уланова. Я влюбилась снова в цветы лилии. Оказывается, это похоронный цветок. Красивый, безумно. Я выполнила все. От макияжа до прически. Даже попыталась встать на пуанты, чего не делала уже месяца два. Те, кто не пробовал, самостоятельно не рекомендую. По крайней мере, без какого-нибудь костыля рядом. Было очень интересно. Я безумно рада этим всем поделиться с вами. У меня так много еще осталось. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставите лайк. У меня есть умный вкладыш для пуанта. Также есть всякие тренажеры. Если вы хотите, могу сделать на это обзор. Я сама этим, если честно, мало пользуюсь. Это будет хотя бы какой-то стимул это использовать. Потому что я всего накупила, как сумасшедшая. Меня предупреждали, что на станке будут сушиться вещи. Я принципиально туда не кладу мокрые вещи. Но сухие иногда попадают. Я не знаю, как это работает. Не забудьте поставить лайк. Подписаться на канал, если хотите еще больше экспериментов. А с вами была Даша Кей. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»